Приветствую всех! JobSchool, с вами я, Достан, и сегодня мы с вами поговорим о такой интересной теме, как прощание в английском языке. Так как мы уже проходили приветствие, и также мы с вами разобрали построение слов в английском предложении. А теперь мы с вами научимся, как говорить «до свидания», как говорить «пока» на английском языке. Потому что у нас есть не только goodbye, но также и другие выражения, которые отличаются по смыслу и употреблению. Давайте же мы приступим к нашему уроку. Вот у нас, как вы видите, есть несколько вариантов прощания на английском. Здесь есть bye, пока, bye-bye, пока-пока, have a good one, see you later, and take care, например. See you soon. А почему здесь goodbye нет? Вот здесь мы теперь научимся прощаться на английском более неформально, да? How to say goodbye informally, да, типа, да? Здесь у нас goodbye нет, потому что это довольно такое жесткое, и когда вы с кем-то прощаетесь надолго или навсегда. Прощаюсь, да, как-то. Да, прощаюсь. Или более такое формальное выражение, когда вы разговариваете с тем, кто у вас выше по званию, там, или на работе, или с родителем. Вы можете, в принципе, использовать, но с друзьями goodbye, это звучит немного жестко, да, уже прощай, все, больше не увидимся с тобой, да? Вот, также давайте теперь разберем каждое. Bye, да? Bye вы можете использовать с друзьями, ну, почти что со всеми, кого знаете, со своими близкими людьми, да? Например, это такое нейтральное выражение. Например, вот у нас здесь небольшой диалог есть, кто у нас здесь будет? A, кто B? Можно? Все хотят. Все хотят. Ладно, давайте. Кира и Мафтона. See you later. Okay, have a good one. You too, bye. Bye. Bye, отлично. Дальше у нас выражение bye-bye. Ну, его тоже можно, в принципе, использовать, ничего там такого нет, но он считается таким немного детским. Чаще всего дети так прощаются, или те взрослые, которые хотят выглядеть как детьми, да? Bye-bye, да, есть такое. Также у нас дальше у нас идет выражение have a good one. А что это за one? Ну, one, как знаешь, переводится как один, но здесь ты имеешь в виду all day, have a good day, хорошего вам дня. Это очень популярный способ, например, ты можешь сказать all right, I hope you have a very nice day. Вот так просто, и можно на это ответить you too, bye, и все на этом, да, попрощаться. То есть мы можем сказать have a good day и have a good one. One, да, никакой, в принципе, такой большой разницы нет, да? Когда ты говоришь have a good one, ты имеешь в виду day, day, хорошего вам дня. Дальше у нас take care. Да. Take care. Take care, это переводится как заботиться, причем тут забота, это что вообще значительно? Да, дословно, если take, это take, брать, care, забота, брать заботу. Будь аккуратнее. Да, да, ну да, здесь у нас, конечно, встречается идиома, это такие выражения, которые, если мы их будем разбирать, там, как сказать, дословно, то есть, да, разные значения, если как предложение, нужно их выучить как есть, да, as is. Например, take care, это, как вы сказали, бывай там, да, или береги себя, вы имеете в виду, чтобы кто-то был осторожен, ну, что-то типа такого. Вот, для близких людей и родных вы можете использовать вот эти три фразы, как ты сказала, Кира, see ya, да, это такое более неформальное, see you later, конечно, говорят. Вот, также у нас есть talk to you later, то есть поговорим позже, и просто можно сказать later, сократить это. Итак, у нас первое выражение это see ya, оно является очень таким неформальным выражением, используется также с друзьями и близкими, своими родителями, например, тоже можно, вот. А почему тут используется именно я, а не you, see you? Ну, как я и сказал, это такое неформальное, очень неформальное, когда ты быстро говоришь там see ya и все, да, в принципе, не обязательно подчеркиваешь you. Вот, ты также можешь сказать, например, see you later, например, увидимся позже, или see you next week, то есть, когда вы увидите, ты это можешь отметить, этот факт, если хотите как-то выделиться на фоне, вот, можно также вот эти три выражения. Alright then, bye, ну ладно, пока, это очень такая расслабленная, очень простая фраза. Catch you later, то есть, pakeda, pakeda, да, дословно тебя поймаю, тебя потом, да, и последнее I'm out, все, я ушел, меня нет. Нет, давайте их каждое разберем. Alright then, ну ладно, пока, это очень употребительное слово в английском среди южан также, да, как помнишь, мы в прошлом уроке мы с вами проходили, приветствую. Audi, да, это у нас, они тоже любят такие фразы использовать. Окей, дальше поехали. Catch you later, как переводится catch? Ловить, ловить, да, но здесь, конечно, поймаю тебя попозже, да, поймаю тебя попозже, получается, да, здесь, конечно, люди не покемоны, мы никого не будем ловить, и здесь похоже на выражение see you later, то есть увидимся позже, catch you later, одно и то же получается. Дальше у нас I'm out, это такое выражение, как из хип-хопа получается, особенно чернокожий любит его использовать в хип-хопе, да, если вы говорите, например, I'm out, на работе, вы, то есть, уходите, все дела сделали, и все, я ухожу, типа, да. Есть такое, правильно, есть такое выражение, но оно, честно сказать, очень формальная фраза, да, его можно услышать, наверное, в каких-то романтических фильмах старых, да, это когда вы тоже как goodbye, ну, еще более драматичнее, farewell, типа, добрый путь, прощай. Прощание? Да, тоже прощание, но уже надолго, наверное, то же самое, это среди влюбленных такой, если вы там по своим boyfriend или girlfriend прощаетесь, вы можете это сказать, но я не знаю, можно, в принципе, знать, но использовать довольно-таки редко.